Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Абрамова Алена. Я являюсь волонтером FIFA 2018, в связи с чем, к сожалению, я не могу присутствовать в данный момент с вами и презентовать вам воочию свой проект. Однако, спасибо большое современному прогрессу и 21 веку, и я могу показать вам, представить вам, поделиться с вами своим проектом онлайн. На данный момент, когда вы будете просматривать данное видео, я буду находиться на стадионе и выполнять свою волонтерскую обязанность на столь значимом событии для всей нашей страны. Итак, представляю вашему вниманию свой научно-исследовательский проект под названием «Популяризация финансовой грамотности молодежи Российской Федерации». Итак, пожалуй, на сначала расскажу вам о том, откуда вообще появилась у меня эта идея и почему я занималась именно данной темой, исследованием данной темы. Дело в том, что финансовая грамота заинтересовала меня еще в школьное время. На то время, когда я обучалась в школе, данное соцсочетание было еще малоизвестно. И мне о нем рассказала моя преподавательница, которая едела за рубеж практиковаться, стажироваться. Она приехала в Россию, вернулась и поделилась со мной своими знаниями. Мне стало очень интересно, и я начала изучать данную тему. На данный момент, думаю, уже каждый из вас слышал данное соцсочетание из соцсетей, из вас медиа всевозможных, возможно, к вашим друзей и знакомых, но, к сожалению, как такового определенного, точного, четкого определения данного соцсочетания нет. Но принято считать, что финансовая грамотность – это умение грамотно использовать свои финансовые инструменты и уметь управлять сбережениями, которые у вас есть. Также хочу обратить внимание на то, что в моей теме, вы можете видеть внизу, подписываю коммуникативный аспект. Я решила, что раз мне нравится тема финансовой грамотности, но я обучаюсь на входе эти коммуникации, медиа дизайна, я могу связать то, что мне интересно, с моей некого рода будущей профессией. Поэтому я представляю финансовую грамотность как коммуникацию между государством и населением посредством различных проектов и программ по повышению финансовой грамотности в финансовой сфере. Итак, с чего вообще все началось? Дело в том, что несколько лет назад Кембриджский университет, сообщество с финансовой компанией «Кудэншилл» провели исследование, в ходе которого они выявили, что 65% детей, обучающихся в школах, не имеют вообще доступа к финансовым услугам. То есть получается, что они, приходя в школу, не получают должного количества знаний о финансовой грамотности, но и, приходя домой, они также не получают никаких знаний из сферы финансов, так как родители не посвящают таким образом своих детей в финансовую часть своей семьи. Также данные Кембриджского университета совместно с «Кудэншилл» выявили, что дети, к сожалению, и даже родители не понимают, что финансовая грамота здесь очень важна в наше время, и от нее зависит не только финансовое благополучие вашей семьи, но и, обладая определенным количеством финансовых знаний, вы можете повысить уровень мировой экономики. Итак, это ваша проблема в моем исследовании. Я считаю, что низкий уровень финансово-коммуникационного взаимодействия государства с населением и, как следствие, отсутствие преподавания финансовых азот ученикам российских школ является одной из основных причин низкой финансовой грамотности населения Российской Федерации. И следовательский вопрос. Каковы способы коммуникации между государством и обществом, в частности детьми, в рамках продвижения программ повышения уровня финансовой грамотности Российской Федерации? То есть я хочу выявить, как именно государства коммуницируют с помощью финансовой грамотности с населением, именно с детьми, обучающимся в начальной школе, и какие программы государства есть для того, чтобы повысить уровень финансовой грамотности. Объектом исследования является коммуникация финансовой сферы между государствами и учебными заведениями, И предметом исследования является государственная программа повышения финансовой грамотности школьников. Ну, собственно, на этом все. Целью исследования является выявить уровень финансово-коммуникационного взаимодействия государства с населением и создать проект по повышению финансовой грамотности. То есть, моей целью является не просто выявить, как именно государство коммуницирует со школьниками в финансовой сфере, и какие для этого есть способы популяризации финансовой грамотности, Но я хочу с помощью данного анализа и исследования создать собственный проект, который поможет повысить финансовую грамотность детей в наших российских школах. Итак, что же касается литературы. Опералась я в основном на официальные источники, то есть официальные сайты Минфина Российской Федерации, Министерства финансов, и на официальные сайты ЖИС-финансами. И также, безусловно, я исследовала зарубежную литературу, так как мне нужно было понять, как обстоит ситуация финансовой грамотности за рубежом, чтобы понять, вообще эффективно ли это внедрять финансовую грамоту в школьную программу. Безусловно, я не могла обойтись без теории, без учебной литературы. В основном я брала акцент на книгах Грифина, Хоффленда и Франца. И также я исследовала различные компании государственные по финансовой грамотности и различные проекты по повышению финансовой грамотности. Что же касается гипотез. Первой моей гипотезой является то, что я считаю, что низкий уровень финансовой грамотности учеников в начале школы обусловлен отсутствием финансового образования у их родителей. Могу немного пояснить данный пункт. Я считаю, что так как финансовая грамотность не входит в школьную программу, дети не получают должного образования финансовой грамотности в школе. Но приходя домой, они также не могут восполнить свои пробелы в знаниях, так как родители также недостаточно осознавлены в данной сфере. Да, безусловно, родители взрослые люди, они крутятся в финансовой сфере, они работают у многих с деньгами, у них есть личные сбережения. Да, они обладают несколькими знаниями в практической сфере, но, к сожалению, они не делятся ими с детьми, и данные знания не выходят за рамки практики жизненной. Поэтому тем самым получается, что дети не получают образования ни в школе, и, приходя домой, они не могут восполнить свои пробелы. Вторая гипотеза является то, что я считаю, что если внедрить обучение финансовой грамотности в специальную школьную программу российских школ, то это поспособствует повышению уровня финансовой грамотности молодежи. И моя третья гипотеза. Я считаю, что разработка и реализация государственного проекта по повышению финансовой грамотности населения является эффективной финансовой коммуникационной стратегией взаимодействия государства и населения. Итак, теперь, пожалуй, я расскажу вам немного о теории, на которые я опиралась в своей работе Да, я знаю, что у нас, к сожалению, ограниченное количество времени Поэтому я постараюсь рассказать вам лишь о главных аспектах, чтобы вы понимали, как именно я связала финансовую грамоту с коммуникациями Итак, основной акцент я делала на коммуникационную парадигму Крейга То есть моя работа основывается на данных великого Крейга Итак, первая традиция, которая подходит к моему исследованию, на которой я делала акцент, это гибернетическая традиция Здесь делается акцент на том, что есть коммуникатор И его действия все являются в отношении к аудитории направленными И эти действия не просто для того, чтобы что-либо сделать Но каждое его действие сделано с целью какого-то определенного дальнейшего итога То есть он делает какой-то шаг на встречу к аудитории, уже видя заранее цель, которую хочет достичь В моем случае получается, что я являюсь данным коммуникатором Я вижу цель, я хочу, чтобы уровень финансовой грамотности молодежи, а именно школьников, учеников в начале школы повысился И с помощью своего проекта, о котором я вам в дальнейшем расскажу, который я хочу создать С помощью этого проекта я иду навстречу аудитории, видя цель повышения финансовой грамотности И преподав некие знания аудитории своей, я смогу достичь цель, которую я вижу Также я опиралась на семиотическую традицию Она непосредственно относится к моему исследованию Так как в ней говорится о том, что основной упор здесь делается на коммуникацию Как на данные, опосредованные знаками И различными кодами, и таблицами Безусловно, финансовая грамотность, как ни на есть, использует различные цифры, знаки, таблицы, данные Поэтому, естественно, данная традиция связана с моей теорией И она тесно связана с кибернетической традицией И это все само связано Также мое исследование основывается на теории Objective Theory В ней есть три времени в данной коммуникации Это прошлое, настоящее и будущее Здесь говорится о том, что коммуникатор, планируя свои действия по отношению к реципиентам, к аудитории Он, находясь в настоящем времени, использует данные из прошлого И, используя те данные из прошлого в настоящем, он уже заранее планирует будущее, планирует будущие результаты В моем случае получается, что я анализировала различные ситуации, связанные с финансовой грамотностью в прошлом Как финансовая грамотность развивалась, что вообще они знали в прошлом Какой уровень финансовой грамотности был в прошлом у детей Теперь я нахожусь в настоящем, то есть те данные, которые я использовала из прошлого, я использую в настоящем Чтобы создать свой проект и попытаться повысить уровень финансовой грамотности детей И, используя те данные в настоящем, я уже думаю заранее о будущем Чтобы использовать все знания, которые я получила, создать проект И постараться повысить уровень финансовой грамотности в будущем у детей И в дальнейшем, возможно, у всего населения нашей страны Итак, ну, к сожалению, время ограничено Я не могу рассказать вам подробно о всех аспектах, которые, надеюсь, что вам видно на слайде К сожалению, следует очень хорошее, я извиняюсь за это На слайде я могу уточнить, что здесь написано В теории я использовала, также я изучала различные агентативные теории И теории убеждающей коммуникации И изучала сложности и ошибки, которые могут в ходе такой коммуникации возникнуть Дело в том, что, безусловно, я понимаю, что дети сильно отличаются от взрослых И мне нужно знать необходимую тактику Мне нужно знать определенный подход к детям Чтобы преподать информацию, которую я хочу, так, чтобы они поняли то, что я пытаюсь удовнести И чтобы моя коммуникация с ними была максимально эффективной Поэтому я должна понимать, как именно я могу убедить детей в том, что финансовая грамотность действительно им нужна, важна И сделать это так, чтобы им было интересно Все это сделать в интерактивной форме И здесь поэтому именно мне помогли данные теоретические о убеждающей коммуникации и об рекомендативной теории Итак, конечно, я не могла обойтись без зарубежной литературы Я патализировала зарубежный рынок Посмотрела, как там происходит обстоятельства Извиняюсь, как там В общем, на каком уровне находится финансовая грамотность за рубежом И, надеюсь, вам видно на слайде У меня немножко разделены страны Не выделенные страны находятся от вас на одной стороне Это Австралия, Франция, Чехия и США Я их не выделяла, потому что в данных странах уже довольно-таки давно практикуется преподавание финансовой грамотности в учебных заведениях Но данная финансовая грамотность не является официальной программой Но эффективно преподается И я смотрела исследования, которые доказывают, что данное обучение действительно эффективно И уровень финансовой грамотности детей повышается И по другую сторону этих четырех стран Вы можете увидеть Великобританию, которая выделена жильным шрифтом Это означает, что в Великобритании уже на протяжении трех лет Финансовая грамота сходит в официальную школьную программу И это очень эффективный метод был со стороны государства Великобритании Потому что дети уже с начальной школы изучают финансовую грамотность в официальной программе И в дальнейшем они лишь с каждым годом увеличивают количество часов изучения финансовой грамотности И на выходе из школы дети обладают уже большим количеством багажом Большим багажом большого количества знаний из финансовой сферы И они спокойно идут во взрослую жизнь, обладая нужным количеством знаний Чтобы не попасть в различные аферы, в финансовые пирамиды и так далее Поэтому на зарубежном опыте могу сказать, что действительно внедрение финансовой грамотности В официальную школьную программу и в принципе в учебные заведения Очень эффективная практика Итак, перейдем наконец-то к моему методу исследования Методом исследования является перевещенный данный количественный дизайн Я использовала метод опроса совместно с неким родным экспериментом Я выбрала одну из лучших гимназий Москвы по многочисленным рейтингам По рейтингам лучших школ Москвы и по рейтингам лучших школ САО Это гимназия 14.9 Сейчас покажу вам далее, что я сделала Я провела опрос 181 ученика начальной школы с 1 по 3 класс По 2 класса в каждом И дополнительно я провела опрос у родителей, но это не так важно Думаю, это было дополнительными данными лишь для того, чтобы доказать верность одной из моих гипотез Но я расскажу вам о главном исследовании Это были ученики школы начальной Здесь вы можете увидеть небольшой фоторепортаж Надеюсь, он вам видит на экране Итак, что же я сделала? Я создала небольшую анкету Которая помогла мне выявить уровень финансовой грамотности У детей начальной школы с 1 по 3 класса Я пришла в гимназий ученик на 9 Мне предоставили 6 классов с 1 по 3 класса Сначала я отдала им анкеты на чистый лист То есть не проводя каких-либо дополнительных занятий Дети заполнили данные анкеты Затем я провела несколько уроков интерактивных по финансовой грамотности Поиграла с детьми Создала в них специальные игры и кейсы, связанные с финансовой грамотностью Так, чтобы это было им интересно и доступно Дело в том, что я забыла вам рассказать Что Минфинам было доказано Что дети в возрасте 7 до 10 лет Способны воспринимать адекватно предоставленную информацию На понятном языке и с финансовой сферой И почему же вообще я решила изучать именно детей? Это тоже очень важно вам рассказать Дело в том, что я считаю, что дети – это наше будущее Дети – это наше финансовое будущее И если обучать детей финансовой грамотности уже с начальной школы С каждым годом они будут лишь дополнять свои знания Как карту памяти на компьютере Дополняя свои знания новыми аспектами из финансовой сферы И уже на выходе из школы они будут обладать определенным количеством знаний Которые помогут им в их обыденной жизни Применять их на практике они смогут данные знания И в целом они смогут обезопасить не только свою будущую семью от финансовых рисков Но и, возможно, они смогут вывести экономику России на новый уровень А в дальнейшем, возможно, всю мировую экономику И вот, значит, я провела данные исследования, опрос И проведя анализ данных, которые я получила Я выявила, что до проведения моих интерактивных уроков Лишь 45% детей ответило верно на мои вопросы И после проведения моих интерактивных уроков Уже 64% детей ответило верно на мои вопросы Тем самым мы можем видеть, что да, процент увеличился не на очень большое количество Но он увеличился Получается, мы можем сделать вывод, что уроки, проведенные мною По повышению финансовой грамотности, действительно эффективны И государству следует задуматься над тем, чтобы увеличить количество проектов Которые они реализуют по финансовой грамотности И, возможно, в дальнейшем внедрить финансовую грамотность в официальную школьную программу Что же касается самого моего проекта Как раз-таки вот я его создала Именно с ним приходила к детям До этого я называла это уроками Но это есть проект, в ходе которого я создала интерактивные уроки То есть мой проект назывался «Flight Financial Literacy of Youth» Что в периоде значит «финансовая грамотность молодежи» Ценевой аудиторией, которой являлись школьники с 1 до 4 классов В возрасте от 7 до 11 лет И, безусловно, целью данного проекта являлась налаживание коммуникации между государством С детьми учебных заведений Собственно, с этим проектом я приходила в школы И с помощью чего смогла доказать, что финансовая грамотность Действительно, проекты по финансовой грамотности действительно могут быть эффективными И они могут повысить уровень финансовой грамотности наших детей Итак, теперь подойдем к результатам Что же я могу сказать? В ходе моего исследования все мои три гипотезы были подтверждены Я смогла доказать, что повышение финансовой грамотности действительно может быть осуществлено эффективно Да, этого требует время, безусловно Ничего в наше время не бывает очень быстро Но это возможно Но не стоит забывать о том, что финансовая грамотность Это некий собирательный образ То есть невозможно повысить только уровень детей Дети вертятся в своем маленьком мире Но они коммуницируют одновременно не только с учебными заведениями И с преподавателями Безусловно, они живут в каждой своей семье И очень важно, чтобы не только преподаватели были грамотны финансово Но и их родители Потому что родители также могут придавать определенное количество знаний С финансовой сферы своим детям Поэтому важно повысить не только уровень финансовой грамотности у самих детей Но необходимо провести различные мероприятия для преподавателей И повысить их квалификацию в финансовой сфере и организовать различные государственные мероприятия для родителей, чтобы также повысить уровень финансовой грамотности и у родителей. Поэтому могу сказать, что да, в настоящее время существуют различные проекты по финансовой грамотности, то есть коммуникация между государством и населением налажена на довольно-таки высоком уровне. Вот, кстати, недавно, 19 мая, проходила неделя финансовой грамотности, организованная Минфином Российской Федерации. То есть такие проекты существуют в наше время, в России, но их не очень большое количество, и сама коммуникация налажена на очень плохом уровне. То есть проекты как таковые существуют, но популяризация финансовой грамотности не на очень высоком уровне. То есть информация о том, что проходят те или иные мероприятия до людей, до населения, к сожалению, доходит очень плохо. Поэтому посещаемые данные мероприятия очень на низком уровне, в связи с чем уровень финансовой грамотности у населения, в частности у детей, остается на прежнем низком уровне. В связи с чем, могу еще раз повторить, что действительно повышение уровня финансовой грамотности у детей – это достижимая цель. Просто необходимо улучшить популяризацию финансовой грамотности в нашей стране с помощью различных способов, с помощью масс-медиа и так далее. И создание большего количества проектов, похожих на те проекты, которые я создала и провела, уроки в начальной школе. В общем, повышение финансовой грамотности – это осуществимая цель. И это действительно возможно, чтобы уровень финансовой грамотности сначала повысился у наших детей, у нашей молодежи, в дальнейшем мы повысили бы уровень всего нашего населения, и, возможно, в будущем мы станем одними из самых финансово грамотных людей нашего большого мира. На экране вы, надеюсь, сможете все-таки увидеть на библиографию, мою основную, на которую я опиралась. В общем, на это все. Спасибо за внимание. Желаю вам хорошего продуктивного дня. И желаю каждому из вас хорошей защиты сегодня. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok